итак в одном из предыдущих видео я говорил что мы оставляем одну теплицу для того чтобы провести правильное гибриды испытания и вот сейчас мы ведем учет как показывают себя гибриды можно увидеть мы вынесли коллекцию здесь 17 гибридов разных и в первую очередь провели такую правила я для себя быстрый анализ именно готовой продукции кто как выглядит и подходит ли нам чтобы это было проще они были все в один ряд выстроены первую очередь отобрали сдвинули в левую сторону в эту сторону те которые явно не подходят которые от которых необходимо отказываться и не смотреть на них и потом остались все один ряд которые средние и лучшие по качеству и вот вправо мы сейчас сдвинули сейчас как раз на них обращаем внимание описываем их вот именно сейчас те которые на наш взгляд в этих условиях которые они выращивались на этой воде почве в этом климате показали себя максимально с лучшей стороны вот у нас есть вот розовый лидеры 123 у там еще стоит последний из того края на сам стоит стоит у нас здесь красный описываем все моменты и сейчас как мы это делаем максимально подробно попытаемся объяснить ну для нас очень важно понять потребности рынка поэтому мы стараемся учесть максимальное количество признаков смотрим однородность плода по форме однородность по размеру насколько привлекательный цвет того или иного гибрида для нашего рынке рынка в том или ином сегменте сегменте розовых мы конечно же обращаем внимание на устойчивость к растрескиванию и транспортабельность плотность плода также все таки важно важно понимать чтобы не было особенно для ранних сортов ранее гибридов которые бы выращивать не было так называемой кошачьей мордочки когда в вершине плода мы смотрим растрескивание или деформацию плода которая влияет на качество плода негативно если посмотрим на коллекцию они вроде все как бы розовые или красные но по-разному блестят и это тоже дает определенный позитив в привлекательности того или иного гибрида также для нас важно не только внешний вид но и внутренние характеристики гибрид должен плоды должны иметь очень такую хорошую привлекательную внутреннюю структуру но в данном случае мы можем видеть этот гибрид дает достаточно большое количество камер и если камеры много то это говорит о высоком потенциале вкусовых качеств того или иного гибрида также вот именно здесь в этом хозяйстве нам нравится выращивать и нравится кушать томаты из этого хозяйства по той причине что опыление происходило пчелами и не пчелами шмелями прошу прощения и вы видите насколько выполнено большое количество семян как правило семена если есть семена в середине плодов то это тоже обуславливает высокие качества вкусовые и не только высокие вкусовые качества он тяжелый сам по себе иногда мы можем смотреть на плод который гормонами тукался и шмелями и они будут иметь одинаковый размер но масса у плода который опылился шмелями более высокая надеюсь надеемся с помощью разных из испытаний найти тот товар вот гибрид который сто процентов будут подходить для потребности нашего потребителя сбор проводили так обычно то есть тот который загорелся и спелы записывали записываем все время вес общий сбора количество плодов чтобы знать сколько вес средний плодом как он меняется по мере поступления урожая там с первой кисти с 5 последнем седьмой если различия в массе плода также хотел показать на каждом ящике мы но сейчас на ящике общим и таблицы заполняем номер которым за которым закреплен гибрид вес который собрали сейчас 9 400 количество штук и сейчас мы видим средний вес плода гибрид очень стандартный 160 грамм те которые по левую сторону были мы вес среднем и не считали так ну нет смысла считать у нас они внешне устраивает вот сюда сдвинули тоже однородный плод вот номер 3 у нас здесь 10 килограмм 150 грамм 78 штук 131 грамм вроде мелковат но для сетей очень однородный хорошо было загружено растение кисти были полные свою норму с площади с метров квадратного данное растение отдает вот еще один который вышел в лидеры тоже вес 10 350 так сфокусироваться 57 штук и 182 грамма что-то уже то что все любят выращивать такое здесь есть этому отмечу пока не считали то более для второго оборота будем смотреть но у нас есть один ряд его для сравнения его взяли посмотреть смотрим на растрискивание то есть на все моменты которые важны нам в конечном счете работаем от от цели и цели это наша продать и максимально заработать то есть чтобы подходил гибрид а здесь сейчас рядом идет обычный сбор все собираем томат вот сейчас вот видно капонет который уже есть коммерции которые таким же способом прошел отбор и ведем сбор в этом году мне капонет занимает третье место в объеме отлично вот будем а капонет увеличивать очень большой процент 95 97 стандартных водов мы заканчиваем уже сбор